И мы приветствуем наших маленьких любителей Варкрафта. Рубрика Best Replace вернулась после новогодних каникул. Сразу же в начале выпуска хотелось бы поблагодарить наших саппортов, и Ленату Андрея за гроши. Ну и, конечно, отдельно хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, развивает рубрику на Boosty.to. Наши бустеры Nation Crush, GravD, Вадим Куликов, Bimja, Exaracute и Денис FanVision. Спасибо вам, ребята. Присоединяйтесь к числу наших меценатов, чтобы рубрика развивалась и цвела всеми цветами радуги. Ну а мы с вами видим игру Чекпуха. Эльфа против Undead of Four Kings. Я, честно говоря, не знаю, кто скрывается за никнеймом Four Kings. Вообще-то это название одного легендарного и очень сильного клана Фока, в котором были замечены такие грандмастера, как Грабби, Тодд, Фов и выигравший ВЦГ эльф шведский Сосе, по-моему, да? По-моему, Сосе. Но, может, и не Сосе. Кто его знает, Сосе или не Сосе? 2021 год покажет. В общем, Undead против эльфа. Карта Гнулвуд. Соседние респы. Undeadская разведка пошла сразу в неправильную сторону и Акалит ничего не донесет своим мертворылым друзьям, потому что он узнает о местонахождении эльфа очень-очень поздно. Эльф же отправляет двух виспов на разведку в две стороны, но таким образом он даст инфу и Undead тоже о своем местонахождении. Ой, я даже не знаю, какой это год, но тоже одна из древних демок, соответственно, скорее всего, Undead здесь на этой карте играют в Гарг, потому что карта большая, Гарги мобильные. Не помню, какие тут красные точки, по-моему, драконы есть, но это не точная инфа. Так, здесь у нас висп залетел на таверну. Неужели будет нейтрал? Да, алтарь поздний, это, скорее всего, нейтральный герой. Итак, итак, бистмастер. Классическая стратегия эльфа. Первый бист, хантрески, кабаны. И экспанды. Что же будет делать Undead? У него тоже поздний алтарь, поздний ДК. Играет он, правда, через Гулия, а не через Финдов. Соответственно, поздний ДК для того, чтобы что? Для того, чтобы либо покрепиться уже с какой-то массой Гулии, либо для того, чтобы уже сразу выйти на Харас. Ну, вот Гулька здесь все спалила. Ну, а бист с кабанами и симпатичными девочками с журнала Playboy начинает здесь гонять нейтральных крипов. ДК встречает своего врага. Понятно, что здесь на Харасте он может только самого себя. С такой-то массой лучниц ему ничего не светит. Я сказал, что хантрески, но... Вообще, у эльфов настолько вариативные стратегии. Они могут играть через половину героев из Таверны, через всех своих урожденных исконных героев, через любые связки юнитов. Ранний тэйдж, поздний тэйдж, экспанды, не экспанды, тир 2, тир 3, маск, не маск. И именно поэтому, например, эльфы очень хорошо котируются в 2 на 2, потому что они очень здорово подстраиваются, ну, практически под любые связки, под любые карты. Этого андета там одна стратегия, ну, по крайней мере, до недавнего времени, да, в фастер 3 и, соответственно, сидеть в 50, выходить, либо там харасить экспанд на 50 и потом выходить всякими дестройерами, либо сразу выходить. Ну, короче, андеты играли только по одному шаблону. А у эльфов, конечно, вариаций было много. Но вот здесь, в данном контексте, да, гули, конечно, против арчорок смотрятся очень неплохо. Но не хватает таким гулям ауры. Явно взял Койл ДК. Не знаю, какие будут дальше планы. По крайней мере, план хараса базы эльфа у андета точно не проканает, потому что здесь все в порядке. У Пуха очень радует, конечно, что есть слово Пух в имени игрока на этой карте. Да, кошка тоже радуется, передает всем пламенный привет. Да-да-да-да, ты тоже Пуха любишь, да? Пух тренировал мою кошку просто какое-то время сразу после фоги. Так что в следующем году кошка поедет уже на Голд. Так, здесь у нас Маскриппинг, Маскриппинг. Пока ничего примечательного на карте не происходит. Туфли ловкости ДК нужны как коню его пятая нога. Сокол боевой и разведывательный. Сокол отличная, конечно, штука. Аналог Савы, которая есть у Патмы, врожденной эльфийской героине. Тоже летает, но единственное, что в отличие от Савы он уязвим. Но зато в отличие от Савы он и дэмэдж может наносить уже на втором уровне прокачки, причем довольно неплохой. А на третьем вообще инвиз не летает. Гули неплохо забежали ворчей. Гульки со скелетами здесь бы поконтролить, но и старается, кстати говоря, Пух не подводит имя своего великого собрата. Одно Арчу все-таки потерял, это уже ничего не светит. Хотя может... Нет, не может. Ночь мог бы попытаться ее заходить, но там, видимо, анимация, которая требуется на хайд, там буквально секунда нужна Арче, чтобы замереть. И вот за эту секунду, скорее всего, ДК бы ее уконтропупил. Котик, ты на коленочки пойдешь, да? Мы будем вместе комментировать, но иди сюда, иди. Иди, садись. Садись, будешь тут сидеть, смотреть. Смотри, какие штучки бегают по экрану. Человечки. Это как мыши, их можно ловить всех. Очень много эльфа, с одной стороны, с другой стороны. От этого тоже немало. Тут главное правильно гулей распределить. Аура есть, гули мобильные. Три Арчи уже сразу же страдают, им плохо. Их тошнит. Да, здесь, конечно, в чистом поле, без правильной позиции у Андеда отличное преимущество. Эльф вообще ничего не светит, потому что расконтролить Арчей против такой тонны гулей, ну, практически нереально вообще. Вот первая гулька может потеряться, да, она теряется. Просветочка. Минус еще одна Арча. Там, по-моему, четыре Арчи легло на три гули. На какую три? На одну одну. Нет, вот сейчас вторая, по-моему, легла, да. То есть... Но, скорее всего, было так. Пять-шесть Арчей легло на две-три гули. Как-то так. Размен явно выгодный. Но стратегию развития это никак не определяет. То есть мне решительно непонятно, а что же будут делать ребята дальше. Тут берется пандорийский пивовар. Правильно. У Андеда в армии... Ой, у Андеда. У Эльфа в армии очень много женщин. А, как известно, лучший способ охмурить женщину, это споить ее. Поэтому пивовар будет кстати. Да, он и сам по себе парень. Не промах, рубаха такой. А здесь взята селедка. То есть будет пиво и закуска к пиву. Жалко, что они заразные играют в лагеря. Вряд ли они когда-то сойдутся. Но посмотрим, кто сильнее. Пивас или Вобла. Это извечный спор алкашей. Котику очень нравится смотреть за происходящим. Да, котик? Так что эту демку мы будем комментировать с Самантой. Грейт на... Грейт на... Грейт на что-то. Грейт на дальность, на точность, на красивые длинные луки, на макияж арча. В общем, арчи будут лучше. Это, кстати, ключевые грейты, насколько я помню. Особенно сейчас. Я помню на каком-то из турниров, который я смотрел с комментариями в нишу. Говорил, что... Со всеми грейдами там на атаку, на точность, арча превращается из тир-1 юнита в тир-3 юнита. А по стоимости та же. Это такая сермяжная правда. Минус мана, минус скелеты. Я думал, арча лупит по своему бараку. Ну, может, тренируется в дерево стрелять. Меткость тренирует. Разрабатывает, так сказать, точность. Здесь, кажется, будут обомы. Ну, так мне кажется. Потому что, ну... Дестройеров плодить вообще никакого смысла нет при таком количестве арчей. А вот пара обомов с воню забегавших... Заб... Ха. У слова забегающих... А, ну забегающих, да. Забегающих. То есть у причастного оборота нет формы будущего. Нет будущего причастных оборотов, короче говоря. Нельзя сказать забегнувших. Забегнявших. Забегаю... Вот все, только настоящее время. Или прошедшее. Прикиньте, учим русский язык вместе с крабом. В общем, как пара обомов забегут в арчей с вонью, тем мало не покажется. Ну и много не покажется тоже. Слоттер хаос. Что может сделать эльф? Я вообще... Ну, они оба без нычек играют. Ну, явно планируют арчей так и плодить дальше. Потому что единственное, что можно добавить в такую критмацию арчей без нычки, это какую-нибудь одну-две химерки. Так сказать, вложиться. Медведи здесь особо не нужны, потому что... Ну, реджуф тебе не потребуется, фокуса по героям нет. Рык единственное, что, конечно, всегда полезен. Там, кстати, лорки-то есть, посмотрим. Нет, ради рыка можно одного мишку взять. Все-таки плюс 25, по-моему, процентов. Я не буду цифрами сейчас бахвалиться. Кошка, кошка, спокойно, все нормально. Это все нормально, эльф выживет, не ссы. Кошку сейчас активно лечим. У нее внезапно выявилась почечная недостаточность. 2021 год начался. Очень интересно. Короче, колем ей в холку. Точнее, делаем капельницы в холку. И вот эта вся жидкость, как это, ну, физраствор, который в холке собирается, он потом усваивается организмом. Но до этого он еще опускается куда-то в лапу. И, в общем, у нее одна лапа больше другой, раза в 4 сейчас. Видолажка. Не может понять, откуда у нее взялся мешок с непонятной субстанцией в лапе. Так что кошка будет время от времени нас беспокоить. Вы уж ее извините за это. Она в лазарете, она болеет, поэтому... Ей простительно. Тем временем, напали на кладбище. Эльф пошел в атаку. Рыкнул. Вижу дриаду. Честно говоря, я не совсем понимаю, на кой здесь дриады вообще. Что они будут диспелить. И... Ну, как бы для фокуса единственное, что там одна-две дриадки для того, чтобы юниты не выходили. Единственное, наверное, такая... Такой замысел. Идет лютый замес. ДК под боем. У ДК нет ТП. Мы с ДК прощаемся. Панда получает второй левел. Здесь, конечно, панда неплохо будет смотреться против гулей с одной стороны и с другой стороны. Вот андет бы знал, что столько арчей... А он знал, что будет столько арчей. Не знаю, почему он сам панду не взял. Потому что селедка это... Хотя, там же можно свичнуться в дриад постепенно. То есть, получается, эльф сейчас разменял арчей и будет их заменять дриадами. Вот в чем задумка. Маз-дриад. Поэтому правильно сделал Андер, что не стал тоже нанимать себе директора пивзавода Балтика. Тем временем экспант у зеленоухого начинает расти. Я, конечно, как Ак-Ин, да? Что вижу, то и пою. В Варкрафте не соображаю уже вообще ни бельмеса. Я и раньше-то не сильно разбирался. Но я раньше хотя бы играл. И хоть какие-то базы понимал. Сейчас все, все забыл. Поэтому нам остается только рофлить. Если будет над чем, конечно. А бомбы против дриад это нормальная тема. Насколько я помню, да? Они забегают точно так же в дриад, как и варчей. Они жирные. Они выдают ауе дэмэдж какой-никакой. От которого мало хитовых дриад очень сильно тошнит. Но эльфа пока так визуально-то побольше просто будет. Хотя по три дриадки на Абома вроде норм. Две тележки. Из чего я делаю вывод, что будут дестройеры. Я не верю, что человек с никнеймом Forkart. Кстати, видели там, по-моему, Лич своего Абома слопал. Продал за ману. На органы. Я не верю, что человек с ником Forkings умеет перекликивать тележку. А, хотя стойте, я же сам себе противоречу. Он не умеет перекликивать тележку, поэтому ланил две тележки. Одна из них восполняет ману, другая хп. Так что, возможно, это все-таки не дестройер будущий. Вот играл бы это хэппи, я бы уже обзакалбился, что одна из тележек станет дестройером. Бесмастеру немножко не хватает до четвертого левела. Он купил свиток. Я буду иногда следить за тем, что нам показывает Аспирант. Купил ТП. Какие удивительные покупки. Прям так и не скажешь, что Чек Пух умеет играть в Варкрафт. Ну, случайно, наверное, кликнул. Просто выбрал айтемы покрасивее. Четвертый левел бист. Его тэпают на базу. Я не знаю, зачем. Даже не спрашивайте. Просто тэпнули на базу к чертовой бабушке. Ну, соответственно, у эльфа появляется очень хороший еще сокол, который... С магической атакой будет ДПСить по Абомам. Дополнительный дамаг. Плюс разведка. Набрасываются дриады на печки. Одну печку тут же снесло. Да, печки очень плохо контролят. Очень долго раздумывал, прежде чем отводить печки в 4К. Вроде как 4 короля, а играют как будто один бомж. Да ладно, я наверняка играю хуже. Точнее, я 100% играю хуже. Я даже не знаю, насколько. Я бы, наверное, тележки вообще не отводил. А зачем? Их все равно убьют. Минус нага под шумок. Новая в Биста. У Биста есть ТП. Тот самый купленный на наших глазах в магазине. Спасибо Аспиранту, что показал. И Лич не умирает. 33 коровы. 33 коровы. 33 хитпоинта. И живой Личок. Ну, типа у Эльфа преимущество. У него экспант работает. Все дела. Все дела. Ла-ла-ла. Новый в Панду. Набросились на Панду. Панду ставают. Я уж думал, что просто так отдаст Панду. Нет. Панды животные редкие, вымирающие. Поэтому их надо беречь. Ну, что делать Андеду? Андеду понятно, что он играет без нычки. И, соответственно, ему нужно будет проблевать. Уже в какой-то момент Эльфа пытаться, по крайней мере. В какую-то одну атаку. А здесь козы. Nature Blasting. 50 лимита. Здесь тоже полтос. Но денег намного меньше. Короче, у Эльфа все хорошо, ребята. Эльф выиграет. Всем спасибо. С вами была рубрика Best Replace. И ее ведущий Ванга. Ну, или Кэп. Ваш Кэп. У Дрят там, наверное, уже три Грейда есть на атаку. То есть они будут жить, поживать, да добра наживать. Экспы героям наживать. Масса бома против Моздрят. Я, честно говоря, давненько не видел такого сочетания юнитов. То есть оно вполне объяснимое, понятное. Но редко применимое. Обычно как-то все-таки миксуют. А здесь в чистом виде. Просто Абомы вышли на поле боя против Дрят. Ну, Эльфу нужно драться в узких проходах. Все дела, бла-бла-бла. Вы все и сами прекрасно знаете. Я просто не верю, что Андет с пятью Абомами и тремя героями держатся до сих пор в полтиннике. Скорее всего, он из него вышел уже. У Абомов наверняка там 8 Грейдов на армор. В Дрят 44 Грейда на атаку. Все дела. Танки танкуют, ДПСеры ДПСят, хилеры хиляют. Мы проигрываем. Деревья Снэйча Блейзинг уже могут выдерживать атаку. И потихонечку жмет Эльф Андеда. Фокус Абомов пошел. Панда дыхнула. Абомы надо хилить. Абом хилится. Абомы воняют. Дриады отступают. Дриады хитон ранят. Абомы, к сожалению, под дриадами так не могут сделать. Минус 1. Хорошо отконтроливает. Здесь, конечно, одной хотя бы тележки не хватает Андеду, чтобы дриад заставить потанцевать. Потому что танцующая коза, она гораздо менее полезная, чем коза, которая просто лупит копьями по всем. Вы когда-нибудь видели танцующую козу? Я в последний раз в 2005. На опенэйре на одном. Музыкальном. Короче, у Эльфа все гуд. Вот он третий играет на атаку. Дриадом пошел. Тележка. Молодец, слушает меня. 4К. Все четыре короля меня послушали. То есть у него были тележки, но нужны другие тележки. Более продвинутые. Модифицированные тележки, которые могут сами еще чем-то бросаться. Митболами какими-нибудь. Эх, я бы сейчас митбольчик бы заточил. Но правда не тот, который бросается Андеды. Там от того, наверное, несварение сразу будет. Грэйт на армор пошел. Вышел, вышел из лимита Андед, конечно же. А Эльф и подавно вышел из лимита. 70 у Эльфа. Сейчас свитки нужны, конечно. Я, честно говоря, не представляю, что будет делать сейчас Андед, потому что, ну, рудники так скоро и закончатся, в общем-то. У Эльфа Х2 золото, у него все хорошо. Ката стреляет. Минус уже две дриады. На Кату никто не обращает внимания, кроме одного ясно-сокола. Он устраивает катапультия лечения электрическим током. Странно, но обычно дерево ток не проводят, но здесь, здесь почему-то электрический ток развалил эту тележку. Удивительно. Свиток от Эльфа. Фокус по ДК. Дриады с тремя грейдами уже неплохо ДПСят, но здесь как-то отпыхивается чек-пух. Я даже не знаю, на... за счет чего. Честно говоря. И ставит нычку. Ну вот он и решает свои проблемы с золотом. Напоминаю, что у Беста на шестом левеле будет опция вызвать зоопарк. Или цирк, как хотите, так и воспринимайте. Придут все там ящеры, скунсы, еноты, гамадрилы. Все приползут и будут устраивать хаос и вакханалию на базе врага. Пандетт отступает. Ему нужно подумать о насущном. Эльф оккупировал себе этот фонтан. Никого отсюда не пускает. Скоро будет билеты на него продавать, скорее всего. Дриады все болеют. У Дриадок коронка. Отогнали ясно сокола. Сокол разочек лечу. Запулил 220. Но лич электрик, видимо, сам по себе его, что этим не напугаешь. Криппинг, криппинг. Панда четвертая. У панды рунные браслеты очень классные, заметим. То есть ее не зафокусишь особо. У ДК что-то невнятное. У Наги Инвул, у Лича тоже чушь какая-то. Ну, в смысле, нормальные предметы, но... Ничего экстраординарного, да? Какой-нибудь там медалей на 400 миллионов жизней и на 250 тысяч маны нету. Или какой-нибудь какашки драконьей силы. Которая сразу человеку дискомяк устраивает. Играющему против тебя. Ринк оф протекшн. Все, селедка защищена. Пошли медведи. Ну да, здесь рыка явно не хватало. Плюс, учитывая, что эльфу все-таки фокусили героев, реджувчик тоже будет не лишним. Учитывая, что у Андеда нет пока в армии Дестроера. Но зато Андед... Давайте заметим, поставил экспанд. Не знаю, как ему это удалось, если честно. То есть там была атака эльфа, в которой Андеда Остроухова отогнал. И я, честно говоря, так и не понял, за счет чего. Напишите в комментариях. Мне прям любопытно. То есть был целый вывод от кост. Там две жалких... Жалких невнятных тележки. Чедушных. Стреляющих. И все, я в бомбе. Мне казалось бы, ну вот был бы на месте пуха. Пуха. Мун. Мун бы показал, как это контролится. А еще, ну так вот, да вскидочку, все-таки прокаченные Андедские герои, они могут тащить даже без армии катки, поэтому... О! Так, выпал голем поносный. Не, не поносный. Нормальный голем выше выпал. Или гончая адская. Короче, выпала какая-то чушь, если честно. Вряд ли она чем-то поможет. Это ж не думкварт какой-нибудь, или не ульта дредлорда. По-моему, адская гончая, которая монобернет. Ну, панду замонобернить неплохо. О, там дестройеры, кстати, готовятся у Андеда. О, замес сейчас будет очень хороший, кстати. А бомбы Дестры, две каты, против Медведей Дриад. Классика Варкрафта. О-о-о-о! Там Медведя, по-моему, понос. И ему срочно нужно отойти за лес. Он говорит, подождите, не атакуем, ребята, не атакуем! Я во время боя своих могу зацепить такими темпами. Деревья. Напоминаю, Снэтча Блейсинг. Идут танковать. Ну да, не хватает какого-то забора такой вот армии. хочется чтобы за какой-то стенкой стояли дриады a player's forces for under attack у эльфа ну насколько я понимаю мэйны закончатся с минуту на минуту great надестров пошел уже закончился точнее 75 лимита ван деда а эльф выращивают еще одну нычку ну нормально да вот они gold mine и заканчиваются и они снова остаются один в один пока но эльф еще поставил себе запасной экспант разведочка нужно конечно такому андеду тем временем замес начался здесь грамотно отфокусить и все будет нормально дестор покусят медведей а бомбы стоят стенкой на стенка что-то очень быстро разваливается два бома рухнули сразу минус мишки дриады должны фокусить Ko литров но нет ой как быстро как от это легли к кажется здесь раз воплотили разоплатили некромантом у ооо ну все это easy win фанда под эмвулом 5 мдк остаются только Дестройеры, но эти Дестройеры против Дриад остались, поэтому как бы считайте, что их уже нет, они начинают потихоньку опадать, и Эльф нажимает ТП. Что? 55 лимит у Ондеда. А сколько у Эльфа? У Эльфа 77. Эльф нажал ТП. Целый вывод Кавкос против двух Дестров. Потому что... Потому что Гладиолус, я считаю. Это единственная причина. Более или менее резонная, да, рациональная, которая приходит на ум. Ну, дал Ондеду пожить еще немножко. Он какое-то время еще попыхается. Может быть, не хотел рисковать, учитывая, что он точно понимает, что у него вторая нычка. Она вот только-только заработала. Туда вот виспы сейчас срочно мигрируют. А у Ондеда Акалиты пошли тоже занимать еще один экспэншн. Эльф об этом ничего не знает. Соответственно, понимаете, да, он сейчас думает, что у него преимущество экономическое. И что он может... Ой, Абома забыли. Ё-моё, Абома потерялся. Это не Абома, это Гадя Петровича хреново. Которая потерялась я. Куда ты идешь? Там чужие. Там чужие. Там чужие. База в другой стороне. Болезный. Ну ладно, он уже никуда не дойдет. Пытается в леса уйти. Ну и там не будет ему покоя. Ну, големы! Нет, не дошел. Буквально метр не дошел до големов. Оставил после себя только облако вони. Похоже на обычного мужика, да? Ушел за хлебом, оставил после себя вонь. Вернулся через три года. Классическая семейная история нашего патерналистского общества. Как же жарит сокол больно. Это такая маленькая карманная химера. Вы даже не представляете, сколько еще нам смотреть на демку. Так что приготовьтесь, советую наличие. Чеха против поляка играет. Андетт поставил экспант в другом месте. И про него пока не знает. Не знает. Пух. Как так-то, пух? А ты меня учил нычки проверять все время. Ну что такое? Зато про нычку эльфа стало известно Андетту. Приходим. Отбивать будем? Или вразмен? Да, 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 да. Мы видим, здесь экспант. Пока еще не работает, но вовсю уже готовится. Эльф решает пойти вразмен. Я не понимаю, почему он боится Андетта. Почему, почему? Его же вроде больше. Что не так-то? Ну вот этот отрезок Андетт явно проводит в себе в плюс. Очень удачно. Эльфийская нычка все-таки дошла. Лес ожил и напал на нас, говорят крипы. Так, здесь мы идем вразмен. Четыре медведя, кабаны, куча дроздов. Почему он его боится? Вот Андетт понятно, почему боится эльфа. Там панда еще, напоминаю, там приближается к пятой, если уже не пятая. У эльфа очень много голды, еще больше леса. И он не дает Андетту вторую нычку сбрить. Соответственно, остается один экспант на два. Лич может позволить своей армии отступить за счет новы и хитэндрана. Главное, чтобы Личу дали, точнее, чтобы Личу не дали сейчас люлей, и он тоже мог уйти, потому что там сферит ряды замедлением. Пятого левела ДК вижу, у него свитков нет. Андетт, возможно, не подозревает, что на этой карте есть фонтан жизни, потому что я ни разу его на нем не видел. И эльф обнаруживает еще один экспант. Ну, как бы, еще и свиток есть. Нет, ну, не знаю, здесь Андетта может только чудо спасти. Только чудо. Только если на землю спустится Антихрист. С атакой 120, сплэшем, иммунный ко всем спеллам, и с 5000 хп. Ну, или если у противника случайно кошка выдернет шнур. Интернет кабелем. Но эльф почему-то, он не хочет, у него что-то ТП нету. Почему эльф не хотел отбиться? Здесь же он изи отбивался, изи. У него ТП, что ли, нету? Серьезно? У Андетта с голдой это проблема, кот наплакал. Эльф предпочитает выращивать еще больше нычек, но почему-то не отбивает. Почему ты не отбил? ТП же был у тебя, нет? Или просто не купил? Мне вот, мне это очень интересно. Надо прокликать героев. Ну как их прокликаешь, если за пультом управления аспирант? Почему ты, Гаримык, от Тир-3 отдал на халяву? То объясни мне, пожалуйста. Три тележки. Неожиданно приехали к Андету на помощь, я не знаю откуда. Еще один экспант. Андетт, кстати, все. Андетт без экономики остался. У него обе нычки убили. Это все, что он мог построить, и судя по всему, он сейчас пойдет в одну атаку. Дриада танкует, это отличный план. Одна Дриада, судя по всему, пытается перевербоваться в Андеттскую армию, я не понимаю. Но она пытается выяснить у Лича, как пройти в библиотеку, наверное. Она выжила. Это самая ела-камикадзе Дриада, которую я видел. Дриада забегает в тележки, надо быстро убить тележки. Очень быстро убить тележки. Андетт тэпается, конечно, но эльфа-то побольше будет визуально. Минус Дриада, я слышу по крику. Тележки все выжили. Андетт здесь отлично на контроле. Он убил нычку. Он не потерял основную свою армию. По-моему, все три тележки живы. Ну да, 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 здесь растут деревья, мы понимаем. Так бывает иногда в жизни. Все верно. Все верно, Андрюха. Сейчас эльф здорово контролирует по макро карту. Везде висят виспы. И Андеду будет очень трудно здесь поставить еще одну базу. Ну, соответственно... Соответственно, я не знаю, медленно, но верно, эльф должен додушить. Правда, у эльфа нету грейдов теперь, да, на Тер-3. У него нет технологий. То есть ему надо теперь ждать, пока эти грейды произойдут. В магазине он ТП купить не сможет таким образом, да. Но все, что надо было, он уже купил. И все, что нужно было грейдануть, он уже грейданул. Я не хочу угадывать, я не знаю, не буду играть в эксперта. Не скажу, может ли, например, эльф на Тер-1 строить тех же дриад, медведей. Ну, по-моему, может. Напишите, кстати, тоже в комментариях. Мне вот очень интересен этот вопрос. Может ли эльф на Тер-1 при всех остальных необходимых зданиях строить дриада медведей. Отступаем в тень. Оооооу! Ни хрена себе там бестап порвало на части. Бедняга, на силу ноги унес. Так, обомы встали против медведей, дриада помогает. В нем сзади, ну, там тележки, тележки, все с вонью. Слушайте, а где, где лимит-то у эльфа? Ё-моё! Неужели я настолько не разбираюсь в Варкрафте? Там пятая панда. Ну, медведи легли, это понятно. Ну, дриады сейчас очень сильно терпят. Но, может быть, все-таки контроль как-то нужно иногда включать. Вроде проход узкий, и удобно здесь драться о эльфе. Но, с другой стороны, к тележкам никто не может пройти. Панда, панда! Панда! Шестой левел, бестмастер. Панда померла. Все остальные живы. Ой-ой-ой, дриад все меньше и меньше. Дестройеры падают. О-о-о-о! Как кричат дриады. Но у андена по-прежнему, у него нет денег. А у эльфа сейчас пошло, потекло золото. То есть, все, что ему нужно делать, отдать разведку, отправил вниз. Но разведка какая-то, видимо, на Алиэкспресс купили. Бракованная. Куда вы пошли? Там не может быть нычки. Да. Там нычка не растет. Там голдмайна нет. Гули. Гули неопытные, явно. Они не понимают, как выглядит экспант. Их отправили на разведку, но не сказали, что именно нужно искать. Так, вот сейчас Гули исправили свою оплошность. Ну, у эльфа осталось 4 дриады. Панда мертвая. Слушайте, как же больно-то было, панде. Как же быстро начали уходить герои. Я прям не ожидал. Вроде оба довольно жирные, у них хп много. Как раз вот есть же такой баланс в Варкрафте, да, что ловкачи, у которых очень мало хп, у них много армора, они, у них отличные резисты против физической атаки, но, да, да, мы видим, он до этого нет денег. У эльфов бабла дуром, но 29 лимита. Вот они подвержены нюку как раз, потому что на физический резист всяким койлом новым плевать. А вот такие жирные чемпионы, хотел сказать, я думаю, меня бы сейчас пропили все любители Варкрафта. А вот жирные герои, наоборот, у них очень мало армора, соответственно, они очень уязвимы. К физическому дамагу, но как раз от нюк всяких они отлично защищены большим, большой жировой прослойкой хп. Но здесь панда ушла так, как будто, я не знаю, на нее сверху упал токарно-винторезный станок. Слабенький оказался медведь. У эльфа работает еще одна нычка, там, по-моему, сгрызли нычку гули, да? Эльф выращивает еще одну, и еще одна работает. Ну, с бистом самое время, наверное, поразводить попробовать, потому что бист может. ТП, инвиз он взял как раз для этого, и персональный ТП. То есть его задача сейчас развлекать андеда. Я не знаю, есть ли у андеда телепорт. А, гули просто виспов поели, там экспант еще не готов, рудник не оплелся. Так, тут у нас что строится? Тут у нас еще одна нычка, две работают. Ну и бист должен не сражаться в лоб, тем более, что и лимитовый эльфа нет. Я не понял, как он там все растерял, если честно. Вообще не понял. Ну, видимо, позиция была удачная. Казалось бы, да, Дриадам интересные узкие проходы, все отлично, да, и казалось бы, они там хорошо стоят. Но проблема в том, что у андеда было три катапульты. Абомы с медведями стали стенками, и Дриады могли только атаковать по Абомам, соответственно, жирным. А катапульты там Дриад развальцевали в момент. Ну и плюс панда легла как-то очень, очень быстро. Свитков не хватило, получается. Такому эльфу. Ингулов, Свитков. Ой-ой-ой! Там под инвизом пытался уйти. Под инвизом пытался уйти бестмастер, но его каким-то образом прочекали, светанули. ТП-то он уже потратил, и просто за баш, за... В общем, эльф умрет богатым. Жаль. Эльф как Хью Хефнер. Он умрет богатым, с красивыми телочками, но, к сожалению, он, тем не менее, все равно умрет. Но это то, о чем я говорил, что хай-левельные андедские герои, они и без армии могут объяснять, что к чему. Хотя, опять же, да, там один бест против них попался. Абом узнал, что есть фонтан на карте. Пытается сейчас доложить это своим военачальникам. И не успеет. Ну и что, получается, у эльфа есть экспанды. Я не знаю, сможет ли он воскресить панду когда-нибудь, что для этого нужно. Нужен алтарь, очевидно. Есть ли алтарь там на базе у эльфа, или его уже убили. Но у андеды, конечно, сейчас отличная армия. Да, прикольная демка. Мне казалось, что тут уже вообще без шансов для андеда. Конечно, вот в том моменте, где у эльфа было 77 лимита против 50. Помните, там был файт при... Великий файт при экспанде андедовском. И эльф зачем-то улетел на ТП. Хотя и героев не занюкали, и можно было продолжать дальше додушивать. Эльф зачем-то улетел. И вот это, наверное... Эту ошибку он потом еще вспоминал после игры. Это какая-то турнирная игра. Это не ладерная забава. Очевидно, потому что есть обсерверы. Причем обсерверы из клана World Elite. Соответственно, это какой-то клан-бар. Или вот стреллинг, эльфа, ну что-нибудь такое. Бисмастер научен и горьким опытом скупает себе телепорт, инвул, инвиз, персоналку. Все скупил, денег-то много. И... Так, ну все, пришло время зверинца. Давай, давай, все вызвал. Всех вызвал, кого только можно. И начинается зоопарк, друзья. А есть ли у андеда ТП? У андеда ТП нет, судя по всему. Ну, все герои в персоналке, что ли? Обидно. Очень обидно. Все три тэпнулись на персоналке. Или это был ТП? Или что? Или где? Или почем? Ну, неважно. Главное, что андед вернулся. Ну, теперь надо ждать отката ульты. Учитывая, что у андеда больше денег нет и быть не может. Соответственно, ТП у него больше не будет. Хотя на персоналке всегда можно прилететь. По-моему, у него там была персоналка. Эльф богат, конечно. Эльф богат. 32 лимита. Снова ТП. Снова инвул. Снова инвиз. Мне бы чекнуть героя фан деда, понять, что у них там за кромах. Ульта пошла отлича. Ну, сейчас минус эта нычка, а минус нижняя. И, в общем, денег у эльфа тоже не будет. Армию он уже не построит, соответственно. Ну, не знаю. Здесь... Если... В первую половину игры я постоянно указывал на то, что эльфа... Что андеда при чем? То сейчас я то же самое хочу сказать об эльфе. Я не вижу аутов у эльфа. Хотя там еще, смотрите, на 8 часах что-то строится. Или построилось уже. Ну, только разводить, да. Только разводить и нычки ставить. Нычки и разводы. Разводы и нычки. И так до бесконечности. Бесту плохо, он нажимает... Судя по всему ТП. Массовый. О! Он успел каким-то образом тэпнуться на разваленную нычку. Там форкет минусует всех. У Наги есть инвул. Инвул есть. Она улетает на персоналке. Но попытка была зачетной. Можно было Нагу. Ой, как удачно! Ё-моё! Шикарнейшая персоналка. Шикарнейшая. Теперь к бесту никто не подойдет. Я вам гарантирую. Повезло. Начинается массовый рофл. Бест в домике. Ну, зато это называется плотная застройка московская. Купил себе малогабаритную квартиру. Однокомнатная студия. 20 квадратных метров. Но зато свой угол, понимаете? Зато свой угол. Но с другой стороны бабу не приведешь, понимаете? Если привести какую-нибудь козу к себе, то у нее копыта будут в одном колодце, а голова уже в другом. Бест в отчаянии вызывает всех зверей. И отправляет помогать четырем козам. Козы героические, конечно. Вот это те четыре козы, которые пережили ту великую бойню. Они до сих пор живы. Не скажу, что здоровы. Но они сейчас отрабатывают и за себя, и за беста, которые халявят там. Отдыхают между колодцами. Ну, с другой стороны, зато микрить не надо. ТП шикарный. Нычка еще одна у эльфа падает. Много смыла дерево в унитаз. Я не знаю, у меня больше никаких ассоциаций нет с этой воронкой. Ну, и как бы на этом полномочия эльфа, по-моему, все закончились. Панду он так и не воскресил. У Андето три живых очень сильных героя. Нычек у эльфа нет. Зданий у эльфа меньше. Панду воскресил. Ё-моё, панда воскресла! Пятая, куда ты? Куда ты? На кого ты полезла? Может быть, попробовать надо было сбрить нагу? Хотя... Хотя панда бежит в сторону беста. К ней на перерез сразу же бросается, вы видите, диверсионный отряд. Передовых ростгвардейцев. Да, что-то сейчас панда пожалеет, что она воскресла на свет божий. А бест кидала, просто кидала. О, все-таки тэпнул, молодец. А где ее лечить теперь? Тут нужен только доктор Альба Элит, потому что колодцев нет. Есть колодцы! О-о-о! Сейчас миссия будет... Это прям аркадная игра такая. Маленький квест. Дети, поможем панде перейти к колодцам. Еще одна нычка. Еще одна нычка. Слушайте, а Чехпух-то упирается? О-о-о! Это может закончиться чем угодно, ребята. Абсолютно чем угодно. Здесь тоже идет адский харас. Ну, бест, в принципе, так с амонами долго может харасить, бегая по карте. С другой стороны, да? Панде явно уже никогда не стать шестой. Самонов можно отдавать на халяву. Нет, на самом деле, понятно, что зверинец он не вызовет, потому что его там сразу заковыряют. А вот кабаны эти с соколами могут до бесконечности ползать. Главное, что у эльфа есть деньги для того, чтобы новые строения воздвигать и пытаться как-то экспеншены все равно по карте раскидывать. А вот у Андеда уже денег нет. Но понятно, что в чистом поле у эльфа вообще шансов нет. Но кто теперь будет в чистом поле сражаться? Это же знаменитая имбовая эльфийская крысиная стратегия. Ставим нычку и играем в догонялки. Женщина в платье. Хотя, судя по ее лицу, эта женщина явно не умеет пользоваться фильтрами в Инстаграм. Находит еще одно что-то растущее. И быстренько срубает елочку под самый корешок. Даже ульты не пожалел. Так, нычку отменяем. Висп эвакуируется. И недалеко он эвакуировался, правда. Так, есть еще экспанд. Вот это надежда. Это не экспанд. Это не экспанд, ребята. Все, у эльфа не осталось больше нычек. Но харасить можно долго. А что у панды вообще? Ну так себе дыхание, если честно. Так. Ой. Ой. А где все? А где лич с нагой? А может быть как-нибудь что-нибудь? Ульта. Он решает все-таки ультануть. Но лич с нагой уже близко. Бис начинает терпеть. Ой, как страшно. Там дриады пытаются затормозить вражеских героев. Фокус по бесту. Беста быстро тэпают. Панда в одну сторону козы, в другую сторону. Пожар в зоопарке, да? Ох, как же сопротивляется пух. Молодец. Андетт явно расслабился. Ну, он думает, что игра у него уже в руках. С другой стороны у него здания горят, вы понимаете? И причем горят все. И еще разочек вот такого же... Повторить такую же диверсионную процедуру. Может быть пару раз и все. Но у эльфа тоже зданий не так много. Правда они раскиданы по всему Гнолвуду. И еще одна попытка заказать экспэншн. Сейчас эльф жалеет, что деревья не летают и на этой карте нет островов. Все, колодцев больше не осталось. Зато у эльфа два Хандрос Хола есть. Лучше бы колодцы строил, да? Фонтан жизни. Живительный. Не, в прямом столкновении, конечно, ничего не светит эльфы. Там просто койл нова фокус будет жуткий. Койл нова форкет, фокус и... Не хватит. Никаких ХП для того, чтобы это пережить. А учитывая, что у героев почти полная мана, которая, скорее всего, регенится с дикой скоростью, повторить комбинацию можно будет два раза. И со второй экзекуцией уже пациент явно отдаст... врежет дуба. Да-да-да, котик. О, правильно! Лорница уходит в леса. Лорница сейчас будет мимикрировать под сосну. Ну, такая сосна, которую поливали цианистым калием вместо удобрений. Ну, может, закатят. Но надо резче, резче двигаться. Швычи, швычи! Так. Приходит снова отряд бойскаутов во главе. С Тимуром и его командой. Ну, слушайте, а панда так может задышать до смерти? Почему нет? Персоналочка, персоналочка. Коз никак не застопорить здесь. Кабанов тоже лучше не отдавать, потому что, ну, понятно, что уже там шестой, лечили десятой, уже разницы нет. Единственное, что у него будет маны больше, понимаете? Стата лучше. Лорница! Страшно, конечно. Деревья каннибалы развелись в этих лесах. Еще одна ульта. Видите, как мана бодренько восстанавливается у леча. Еще одно здание. Вы знаете, я предчувствую, что именно лорницу та андетта не найдет. Лоу! Давай, 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 давай! Давай! Уходи вниз! Уходи за периметр карты! Нага приходит. Так! Деревьев нет, тут только алтарь и огромная просека. Что бы ее могло оставить? Ну, я не знаю, наверное... Ой! Ой, ульта! Двойная! Как ты прозевал это? Как ты прозевал это? Ну, Басий! О-о-о-о! Сейчас минус все здания! Что? Где ДК? ДК спешит на помощь! Панда дает стрякача! Эти отвлекаются на панду! Да пофигу уже на эту панду! Тут просто съели полностью базу андеду! Персоналка есть? Персоналки нету! Бистмастер, беги, родной! Он не убежит уже! Он не убежит уже! Все! Он обречен! Но панда может вернуться подышать! Не, ну, с бистмастером ничего уже! Все, да, это ГГ! Вызовет напоследок кого-нибудь! Последнее здание, ребята! У андеда официально остается последнее здание! Четыре козы и панда! О-о-о-о! Да ладно! Неужели ничья? Ну, просто если эльф отсюда сейчас... Точнее, если андед сейчас от кладбища не отойдет... У панды есть инвиз! Если андед от кладбища не отойдет, то... Ну, как бы, ГГ! Ты его никак не пропушишь! Но если андед не отойдет от кладбища, то и андед не обнаружит последнее здание! Ну, нужно... Наверное, не знаю, кем пойти-то! Наверное, нагреть надо идти в разведку! А двумя героями тусить возле кладбища! Очень рискует сейчас! Очень рискует сейчас с андед! Подождите! Они же видят здание друг друга! Подождите, а в чем прикол? Он же видит лорницу! Мейнов-то нет! Да, кошка! Я тоже вижу, что мейнов нет! Он видит лорницу! Че ее прятать-то? Панда дышит! Раз! Сколько маны у панды? Сколько панды у маны? Насколько это заряженная панда? Неизвестно! Дриадка тэпнулась! Идет на фонтан! ДК там палкой ковыряет сарай! Панда под инвизом! Два дыхания! Еще нужно два дыхания, как минимум! О-о-о! Подождите, но он же видит лорницу! Он не может не видеть ее! Дыхание! Еще мана есть на два дыхания! Ну, я не знаю, переживет! Нет, он не переживет! Он не переживет! Слишком жесткий дамаг! Половина хп у кладбища! ДХ продолжает палкой бить сарай! Это не фростмор, но это какая-то хворостина, если честно! Судя по дэмэджу! Панда захилилась на фонтане! Вот это развязочка! Вот это валидоли! Ле валидоли! Куда ушли герои? Герои пошли андетски гонять дриад на фонтане! Панда купила еще один инвиз! У нее будет еще два дыхания! Дриады великолепно контролятся! Минус! И дриада! Смотрите, как грамотно делает! Или не грамотно? Да! Дриада встала здесь, в лесу, чтобы заблочить! И заставить андеда какое-то время потратить на убийство ее! То есть той самой дриады! Оставшийся отряд! Эльф может затащить! Я болею за эльфа, потому что он уже пол игры, блин, со слабой позиции играет! У него вообще шансов там не было! Лич приходит, начинает бить лорницу! Лорница, жри деревья! Дриада не пускает! Лорница уворачивается от ульты Лича! Панда! Там будет дыхание сейчас! По-моему, дыхания еще не было! Кто-то тэпается! Все тэпаются персонально! Панда, дыхание последнее! Койл новый инвиз! Инвиз на 60 хп! Боже мой, какой валидол! Панда дышит и эльф затаскивает эту катку! Я сейчас немножко как губерниев, да, говорил? Но не важно! Вот это топ! Как же хорош эльф! Не опустил, не сложил свои лапки! Ковырял до конца! На 60 хп панда в последнем дыхании! Боже! Я в восторге! Мы все в восторге! Я надеюсь, вы тоже в восторге! Спасибо большое Аспиранту за демку! Вам за внимание! Варкрафту за то, что мы можем лицезреть подобного рода поединки! Ну, а Баневуру спасибо за то, что он еще живой и может как-то формулировать слова в предложении! Друзья, не забывайте поддерживать, ставить лайки, подписываться, поддерживать нас на Boosty2! Увидимся в следующем выпуске! С вами была рубрика Best Крыса Эльфс! До следующей недели! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok